Мы живем в эпоху перемет. Происходят экономические, технологические, гуманитарные изменения, меняются ценности, характер, отношения между людьми. Важно, чтобы наши дети чувствовали себя уверенно в сложном, подвижном и непредсказуемом мире. В современном мире возрастает потребность в навыках, которые отличают человека от машины, а значит, актуальной становится задача социально-эмоционального развития детей. Социально-эмоциональное развитие подразумевает гармоничное соединение индивидуальных особенностей с развитием способностей, оптимизирующих процесс общения детей со взрослыми, с верстниками, и их этапы активного вхождения в мир взрослых. Развитие личностного потенциала позволяет целенаправленно обучать детей внимательным и уважительным отношением к эмоциям, саморегуляции, взаимопониманию, использованию эмоций при выстраивании взаимодействия. Результаты обучения переносятся и в школьную среду. В целом изменяет лучшую сторону не только отношений детей со сверстниками и взрослыми, но и всю атмосферу школьной жизни. Эмоциональное развитие, с одной стороны, адаптировано к процессу обучения в школе, а с другой она чувствительна к образовательной среде и незаметно изменяет ее, оказывая положительное влияние на детей, родителей, педагогов. Превращение среды условий в среды возможностей для всех участников образовательных отношений обеспечивает развитие и социализацию детей с различными образовательными потребностями. В 2018 году мы с коллегами начали обучение по программе «Развитие личностного потенциала». Как известно, при возникновении чего-то нового в жизни, человек не сразу это принимает. И опираясь на кривое отношение сотрудника к изменениям, мы видим, что в момент столкновения с новым возникает непринятие. Затем следует сопротивление, далее идет анализ, изучение, возникают надежды и лишь затем происходит принятие. Так случилось и с нами. Проходя первые этапы обучения, мы с коллегами не совсем понимали, что от нас требуется и чем для нас, как для педагогов, эта программа будет полезна. Но со временем все встало на свои места. Поэтому мы с ребятами ждем каждого занятия с нетерпением. Началось все с программы по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного и школьного возраста. Эмоции – постоянный спутник человека, влияющий на все его мысли и действия. На занятиях мы изучаем различные эмоции, разбираем ситуации, проигрываем их, помогаем детям разбираться в своих чувствах и понимать окружающих их людей. Все занятия проходят в игровой форме. За это время педагоги накопили хороший багаж дидактических игровых пособий для работы в дальнейшем. В дошкольных группах педагоги создают комфортные условия для развития ребенка. Утренний круг, вечерний круг, уголки уединения, стена вопросов, экран творческих успехов. Эмоциональное расслабление наши дети получают, посещая сенсорную комнату, где они снимают мышечное и психоэмоциональное напряжение. Занятия в сенсорной комнате создают положительный эмоциональный фон, ощущение безопасности и защищенности, снижают беспокойство и агрессивность, снимают нервное возбуждение и тревожность, а также активизируют мозговую деятельность. Эта комфортная обстановка сохраняет и укрепляет здоровье наших детей. За время работы в проекте педагоги накопили хороший багаж дидактических игровых пособий по социально-эмоциональному развитию, некоторые из которых являются их авторскими разработками. Игры учат детей распознавать, правильно выражать эмоции, понимать причины их возникновения. Также дидактические игры способствуют развитию навыков эффективной коммуникации. Среди таких конструкторы эмоций. Текстильные. На базе конструктора Кроха. Плоскостные конструкторы. Многофункциональные игры. Лото. Волшебный мешочек эмоций. Картотики эмоций животных. Эмоции со сказкой. Круги Лулия. Сюжетные картинки. Судоку с эмоциями. И игра «Найди близнецов». Наши учреждения создают среду более интенсивной и технологичной, чтобы обеспечить гарантированный результат получения качественного образования. Мы используем эффективные информационные и педагогические технологии, интерактивные формы и методы обучения, которые соответствуют требованиям времени. Наше учреждение уникально тем, что включает в себя два уровня образования. Это дошкольное и начальное общее образование. Все задачи, которые реализуются в рамках проекта по развитию личностного потенциала, начиная со старшего дошкольного возраста, находят свое продолжение и в начальном звене. В работе с детьми я использую технологию «Майдмейпинг» или «Умные карты», которые помогают дошкольникам запоминать информацию, выражать эмоции и мысли по теме, анализировать, воображать, искать ассоциации, рассказывать, пересказывать, рассуждать, общаться, делать собственные выводы и решения. «Умные карты» помогают легко воспринимать, запоминать и работать с информацией разными способами. И кроме того, применение данной технологии позволяет развивать у детей и навыки 4К. В процессе создания «Умных карт» дети объединяются в группы, конструктивно взаимодействуют друг с другом, критически мыслят и творчески решают поставленные задачи. Отлично! Формат урока изменился. Он стал интересным, практикоориентированным, с элементами творчества, выходящими за рамки классного пространства. В настоящее время популярным направлением в образовании является финансовая грамотность детей. На этих уроках обучающиеся знакомятся с основными понятиями сферы финансов, учатся планировать бюджет. Занятия проходят в формате 4К, что позволяет формировать у детей гибкие навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с людьми. Они формируются с детства и связаны с эмоциональным интеллектом. А также изменения затронули и внеурочную деятельность. Она стала более востребована обучающимися из-за широкого спектра программ, которые были разработаны с учетом особенностей возраста и образовательных потребностей. Изменилась система воспитательной работы, где творчество является объединяющим и развивающим фактором. А событийность – одно из важных форм привлечения обучающегося коллективной творческой деятельности и формированию познавательной активности. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты с учетом своих особенностей, способностей и профессиональных планов. Средовые изменения коснулись и нашего музея, целью которого является формирование эмоционально-личностного отношения ребят к ценностям культурного наследия, постижение мира культуры посредством знакомства с подлинниками всего того, что определяет понятие «культура». Музей стал средством творческой самореализации, инициирующей личностно ориентированное воспитание и образование. Обучающиеся являются активными участниками музейных уроков и готовят презентации, рассказы о том или ином историческом событии. Школьники с удовольствием проводят мероприятия для дошкольников. Помни о том, что ребенок воспитывается одновременно в семье и в школе, мы активно стали использовать такие формы работы, как семейный урок и семейная встреча. Эти виды деятельности способствуют решению проблемы сотрудничества с родителями. Они, как и открытые уроки, предполагают участие в учебном процессе родителей по их возможности и желанию. Это участие означает, что родители активно включаются в ход урока, выполнение всех заданий, при этом родители не заменяют и не подменяют учеников. Скорее они выступают посредниками, между ними в достижении обучающих и воспитательных целей. Зона посредничества родителей не замыкается только на собственных детях. Оно распространяется и на других учащихся класса, а успешность такого посредничества обеспечивается регулярностью семейных уроков и встреч и продуманным их включением наряду с заданиями семейного характера в систему взаимодействия школы и семьи. Мы относим данный подход к числу инновационных формирующих 4К-компетенций. Мы работаем по реализации комплексной программы развития личностного потенциала благотворительного фонда «Сбербанк. Вклад в будущее». Мы также являемся площадкой Института развития и образования Ярославской области по реализации комплексной программы личностного потенциала. Но кроме этого реализуем собственный стратегический проект создания личностно развивающей образовательной среды ребенка 21 века. Таким образом мы создаем школу, идущую по пути развития в комплексе с достижением личностных результатов. Мы все начинаем с дошкольного этапа и плавно переходим в школьный этап. И это шаг к созданию школы возможностей, в которой комфортно всем участникам образовательного процесса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова